Тренировочный лагерь Готовимся мы к второй игре Гритлиги Сегодня мы уже будем практиковать не всю игру целиком, как это было вчера, на второй тренировочный день Сегодня мы будем практиковать уже отдельные связки, самые тяжелые, где нужно и стратегию потренировать, и кардио Главный тренер сказал, что мне очень важно сегодня пройтись в комбинации рывок и тяга Мне предстоит сделать 20 рывков на скорость, рывков в стойку, 20 рывков на скорость 75 килограмм Дальше у меня будет полторы минуты перерыв И дальше 15 тяг толчковых, становых, с весом 140 килограмм Он хочет узнать, как я себя буду чувствовать Хотел сказать, что хреново я себя буду чувствовать, но я в этом даже не сомневаюсь Ну что, пойдем посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот поэтому ощущение будет совсем другое Ну и конечно же волнение будет сказываться А так чисто одну связочку конечно нормально Работаем короче Вот девочка отрабатывает тоже какую-то связку Не знаю Трудимся Нормально все Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я плачу мою хвою. Это было круто. Ты нужна помощь? Да, я знаю, ты не помогаешь мне сегодня. Я видел это. Ты не плачешься, Риджи. Вот так вот, не покидая рабочего, вернее, тренировочного места, оно же рабочее место. У нас обед. Вот на обед у нас сегодня макарончики с сыром. Макарончики с сыром. Мясо. Мясо очень вкусное. И стручковая фасоль. Вот так это выглядит все. Красиво. И чипсинка. Чипсы настоящие. Вот прям вот картошка, да? Прям видно все вот эти вот прожилки. Ааа, ты получишь солнце, да? Да. Глазит солнце. Аааа. Не ровно. Как ты чувствуешь? Не плохо. Не плохо, да? Не плохо. Когда мы начали выступать в Грид Лиге, то с нами в команде был такой пацан, пацан, да, такой гимнаст, многие вещи он делает в разы лучше, чем все остальные. Вот. И потом я поехал на CrossFit Games, вот, работать, смотреть и так далее. Как вы все видели, мы смотрели и финал CrossFit Games, где выиграл Бен Смит. И получилось так, что спустя буквально два дня, и так как я подписан на всех ребят из моей команды, у меня высветилась фотография, где вот этот парень, компанией других двух пацанов, где подписано было три брата. Я охренел. Один из этих братьев был, один из этих парней был именно Бен Смит, которого я смотрел буквально два дня назад, другой этот парень, который выступает со мной в одной команде, и еще окажется, у них есть еще один брат. Вот, я хотел бы сейчас, конечно, задать ему пару вопросов. Вот этот парень, зовут его Алик. Привет, Алик. Привет, Алик. Приветствую вас с вашим братом. Спасибо. Вы смотрели эти игры в стадионе, тоже? Да, я был там всю неделю. Это было бы, что CrossFit Games было гораздо сложнее в этом году, они провели их много больше, но это было хорошо, это было очень стрессовое, особенно, когда пришли к последней игре. Вы готовы, чтобы вашим братом быть чемпионом? Да, он готовы в этом году. Я думаю, что он был там, что он был там, он был там 7 раз, поэтому он был там опытом. Он был там очень хорошо и понял, что он будет хорошо. Я думаю, что это была разница между этим и последние годы. Как вы думаете, если Рич Фронинг победит с вашим братом, кто будет в чемпионом? Я думаю, что Бен может его взять. Почему? Он просто... Рича уже практиковал много команды, Бен уже практиковал много индивидуальных вещей, и Бен уже очень сильный. Я думаю, что Бен может его взять, это было бы круто, это было бы круто, чтобы видеть. Бен немного маленький, и я думаю, что он в своем первом году. Он много тренировал, и я думаю, что он лучший в мире, даже из Рича и Джейсона и тех, кто не играл. Что касается Мэтт? Я уверен, что Мэтт Фрэйзер будет чемпион, потому что Рич не победил. Я смотрел, как Мэтт Фрэйзер победил в прошлом году, и это было очень сюрприз для меня. Да, поэтому я думаю, что многие думали, что Мэтт Фрэйзер будет победить, или Нова будет победить, или Скотт будет победить. Они делали много медиа на них. Все говорят, что Мэтт Фрэйзер – это топ-дог. Они не делали никаких историй о Бене. Бен, я не хочу сказать, слит под радаром, но никто не ожидал, что его победить, потому что они не писали о нем, или не сделали большую историю о нем. Так что я думаю, что это помогло ему немного. Он повелит его огонь, он хочет победить больше. Ты гимнаст, да? Ты делаешь гимнастику перед грибом? Да. Что с твоим братом? Нет, нет гимнастик. Мои родители поставили нас двое в это, когда мы были очень молодцы, но он только делал это за год, когда он был 5 лет. Но нет, он не справился с этим. Но у тебя еще один брат? Да. Молодец. Молодец. И что он делает? Он 19 лет, и он может скатать 500. 500 литров? Это 220-230 кг. 19 лет, да. Как ты планируешь для CrossFit Games? Мой планируешь? Я получил 11 лет в регионалов этот год, поэтому я бы хотел сделать это в следующий год. Потому что, когда я смотрю, как ты делаешь все упражнения, реально все упражнения, когда мы тренируемся, я думаю, что ты очень готова для CrossFit Games, и это будет смешно и очень интересно смотреть, как ты борешься с твоим братом. Да, это будет очень круто, это будет смешно. Ты думаешь о том, что ты думаешь о том? О, да, точно. Мы всегда боремся вместе в регионалов, поэтому это будет просто еще один день в регионалов, боремся с ним. Ты его иногда победишь? В гимнастическом работе, да. Но работе, которые имеют много барбелл, он очень эффективен. Какой вес весит сейчас? 180 литров. 180 литров? Да. Мы увидимся. Да, мы увидимся. И что с твоим братом? Он около 195-200 литров. Немного больше? Да, он около 10-15 литров. Как и с твоим братом? Он чуть-чуть, он около 5'5 литров. Он около 170 литров. Да, он чуть-чуть, но он быстро движет, потому что он имеет чуть-чуть литров. И последняя вопрос, очень интересная для меня. Если, например, ты выбрал, быть, CrossFit Games чемпион или Gymnastics чемпион? Это хороший вопрос. Да, я знаю, потому что много людей думают, что это CrossFit, это не спорт. Я не уверен. Правда. Но что ты выбрал? Сейчас я CrossFit Games чемпион. Я мог бы остановить Gymnastics в очень маленьком возрасте, потому что у меня был болезненный. Какой? Мой бед. Мой бед. Мой бед. Мой бед. Мой бед. Мой бед. Мой бед или что-то, я не знаю. Я думаю, что CrossFit это все равно, потому что это все равно. Но я думаю, что победить в Олимпике будет больше, чем победить в CrossFit Games. Где больше респект? Олимпийский чемпион? Олимпийский чемпион, да. Но я думаю, что в несколько лет это изменится. Да? Да. Хорошо. Добрый день. Спасибо. 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 Вот так вот. Я представляю, что если бы с нами еще выступал, как и это и планировалось с самого начала, Matt Fraser, вот это было бы, конечно, очень интересно. Круто. Очень интересно. Что закончился у нас очередной тренировочный день. Третий. Сегодня без травм, все нормально. Сейчас будем кушать, ужинать. Сейчас вот височек этот. Проверим перед ужином, чтобы сильно не разъедаться, сколько можно поесть. Вот. Специально похудел. Некоторые говорят, худой-худой. Но морда худая, да. А так, на самом деле, я не думаю, что я сильно похудел. Вот. Сейчас будем взвешиваться. Такие вот здесь весы. Как это? По стариночке-то. Так. Здесь все в паундах. Я думаю, что чуть по 200 паундов и будем добавлять. Оп. Ну, нормально. короче, 250 паундов. 250 паундов. Так, в кроссовках все дела. 250 паундов. Сколько это у нас получается? 250 паундов. Вот. Делим на 2 и 2. 100. 13 и 6. Ха-ха. Похудел. Нормально. Еще на диету надо садиться с таким похудел. Я думаю. Пойдем кушать. Никого пока нету. Все устали. Сейчас только помылись. Ужас. Опять 7 часов в зале. Сегодня уже полегче было. Но все равно торчим 7 часов в зале и не уйдешь. Команда, е-мое. Привык я всегда сам за себя отвечать. А тут, блин. Нормально, короче. Пойдет. Так. Где у нас кефирчик? Сейчас кефирчики возьмем. Так. Кефирчики. Такой он, конечно, вкусный кефир, как в России, но назад так нормально. Пойдет. Ну вот. Так. Сегодня на ужин решил суши дать. Сейчас пойдем посмотрим, где у них суши. Суши действительно у них нормальные. Даже в магазине. Сушечки возьмем сейчас. Суши. Суши. Здоровенький. overlooked社ACK сушь. Доброе, спасибо. Здоровьево. Приветствую. Все PokémonLiqoffice. Тут смотрится красота какая. А ну. Сушечки. Соусов. что мне нравится даже есть бесплатно сразу попробовать подносик попробовал можно и не покупать по системе скором научился картошечки рубаню картошечка спаржа и чаще еще и мы снова добавим здесь было хорошее место проехались мы это у нас сейчас пойдет а суши это будет уже на второй ужин перед сном под закинемся много жрать не будем а второй круг наворачиваю упала по магазину хотел пивка баночку взять что-то ничего нету ни пива ни ребята кто американцы магазин называется wall food вот хороший магазин а через пиво не продают что а кассу как делать мне кажется в россии супермаркет только ради этого и открывает чтобы на бухле сделать кассу окей спорт в массы чего-нибудь сейчас возьмем григорь на но ты меня знаешь да что я выбрал можно было и не показывать мой любимый напиток приезжаю когда в америку вот первое что я в аэропорту покупаю этот сок который показал и биф джорки ну это сушеное мясо короче меня моя команда прикалывает постоянно сейчас мы когда с ними первый раз в магазин поехали я набрал вот его биф джорки сушеного мяса вот здесь его очень много у нас там два-три вида в россии а здесь его прям дохрена и я его прям очень люблю а здесь 1 на этом мы закончим выступление получили мы сегодня еще суточные вот за шесть дней 180 долларов это получается по 30 долларов в сутки как спортсменов вот что-то я не помню поскольку нам платили как штангистам когда мы на соревнования приезжали мне кажется меньше дней за 5 долларов 80 может быть может быть даже меньше вот ребята если кто-то из штангистов посмотрит видео сколько там нам платили то вот очень интересно сегодня прикал сегодня весь день тусуюсь в этой футболке вот футболка который мне подарили ребята на семинаре где я работал в шотландии сейчас на кассе тоже все стоят и ржут я думаю американские ребята кто смотрит поймут что здесь написано вот ну а те кто не понимает переведут в транслейтере озвучивать я это не буду но прикольно а матч 56 баксов все что вы видели 56 баксов еще вот один прикол который мне нравится за что в россии приходится платить дополнительно а здесь бесплатно но бесплатно у нас на ничего нет поэтому может быть это все в цену включено но выглядит прикольно вот так и поехал пустячок а приятно нет tertary в серии без пробки какие простые гают прикалываются гио и новый игроке бисджонina и дагит для завтрака обеда и ужина Друзья мои, уверен, что я кого-то застал за завтраком, обедом или ужином Поэтому желаю вам приятного аппетита У меня сейчас тоже будет ужин Время без пятнадцати семь вечера Поэтому будем сейчас кушать то, что мы с вами купили И будет сопровождаться монтажом новой серии Завтра опять на семичасовой рабочий день в зал Ляжем сегодня спать пораньше Осталось два дня тренировок и соревнования Пока все идет по плану Удачи вам, ребята!